Другая техника, только уже для повладарских аграриев, в область приехала из Испании. Впрочем, та надежда, которую аграрии возлагали на чудо-технику, не оправдалась. Более того, овощеводы терпят убытки из-за несовершенства поливных комплексов. О том, что испанским аграриям хорошо, а казахстанским не очень, в репортаже Салавата Тимирбалатула. Владимир Шпилев первый в очереди на банкротство. Взятая им в лизинг поливальная машина три раза за сезон падала на землю. Из-за проблем с испанскими поливальными комплексами фермеры Аксу терпят многомиллионные убытки. Планы крестьян сорваны, урожайность снизилась наполовину, и они не в состоянии рассчитаться с кредитами. Известие о том, что наша съемочная группа разбирается в проблеме уже международного масштаба, заставило руководство испанского завода делегировать в повладар своего представителя. Ведь на кону оказалась репутация всей компании. Правда, менеджер завода-изготовителя Цезарь Корникера пока ничего комментировать не стал. Одно хозяйство полностью уже обанкрутилось, и два хозяйства на подходе. Вся проблема в том, что конструкция очень сырая. Поливальные комплексы крестьяне брали в долг. Деньги выдавал нацхолдинг, но возвращать пока нечем. Казаграфинанс со своей стороны примет все меры для стабилизации финансового состояния, положения, и мы предоставим им реструктуризацию. Чем закончится эта история, пока сказать сложно. Владимир Шпилев перенес за это время уже три инфаркта, и надеется, что они найдут взаимопонимание с заводом-изготовителем. А ему и его коллегам удастся сохранить свой небольшой бизнес. Ведь за каждым фермером стоит не только его семья, а еще целый коллектив и благополучие их аулов. Салватимир Булатулы, Марат Игельков и Алексей Мельницкий. Итоги дня. Павлодарская область.